Всем привет! В эфире Универньюз о студии Алисы Ткаченко. О событиях из жизни университета, а также мировых новостях расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. В чем отличие дистанта от заводчика? В Казанском университете заработал колл-центр. На 1974 году ушел из жизни митрополит Казанский Татарстанский Феофан. Как уточняется на сайте Татарстанской митрополии, причиной смерти стали осложнения, вызванные COVID-19. В пресс-службе митрополии сообщили архипастыре, клирики и паста. В Татарстанской митрополии скорбят в связи с безвременной кончиной преснопамятного владыки Феофана. Вот у Мухаммеда есть один из замечательных хадисов. Обращается к молодым. В период пандемии люди стали намного активнее следить за своим здоровьем. Порой даже малейшие симптомы простуды могут вогнать человека в панику. В Казанском университете была организована горячая линия, чтобы консультировать сотрудников по подобным вопросам. Смотрим. В Казанском университете заработал колл-центр. По вопросам, связанными с острыми респираторными заболеваниями, в том числе и COVID-19, можно обратиться на горячую линию. Здравствуйте. Колл-центр КФО «Мелиса». Чем я могу вам помочь? В будни колл-центр работает с 8 утра до 8 вечера, а выходные с 10 утра до 4 часов вечера. По вопросам могут обращаться сотрудники ВУЗа. Эта горячая линия заработала два дня назад. Она была создана по инициативе Вильшат Равкад Чагафурова совместно с медико-санитарной частью КФУ и Институтом фундаментальной медицины и биологии. В колл-центре КФУ сегодня работают студенты, медики. Начали работать четвертый курс, который сегодня находится на производственной практике. Дальше это будут привлечены волонтеры. В обязанности студента входит принятие звонков от больных, а также обзвон тех, у кого подтвержден коронавирус. В начале, если это мы звоним, то мы объясняем пациенту, что у него пришел положительный результат, спрашиваем его самочувствие, спрашиваем, вызвал ли он врача, пришел ли к нему врач и вообще назначено ли было лечение. А если же пациент нам звонит, то чаще всего это мы отвечаем на его вопросы, такие как, можно ли сделать бесплатный мазок, можно ли сходить на РКТ бесплатно. Кроме того, в дальнейшем студентами Казанского университета будет налажена работа по доставке лекарственных препаратов пациентам с COVID-19 из аптек города Казань. В том числе сюда войдут сотрудники КФУ, которым на сегодняшний день по какой-то причине не были доставлены лекарственные препараты, поэтому они могут сообщить нам в колл-центр, что лекарства не доставлены, и мы отправим туда волонтеров, и эти препараты будут доставлены пациентам на дом. Телефон горячей линии 206-55-07. Диана Желенкова, Фаридзе Хитоглы, Универньюз. 20 ноября состоялось заседание общего собрания членов Ассоциации глобальной университеты с участием ректора Казанского университета Ильшата Гафурова. Участники совещания обсудили основные направления стратегии развития высшего образования, в частности, перспективы формирования эффективного и качественного онлайн-контента. В ходе дискуссии были подняты вопросы касательно использования цифровых образовательных ресурсов, в том числе и дистанционном формате. К другим новостям. С начала учебного года прошло уже три месяца, однако многие студенты до сих пор путают, что такое заочное образование и что такое дистант. Чтобы развеять сомнения, наш корреспондент встретился с экспертами КФУ и готов рассказать об этом. Дистант Само по себе такой формы обучения, как дистант, просто не существует. Есть очная форма, есть заочная. Дистант – это формат, однако обучение проходит с таким же количеством часов и экзаменационной сессии, как и на очке. С одной лишь разницей – преподаватель и студент не находятся в одной аудитории. При очной форме обучения, когда вы используете дистанционные технологии, преподаватель также, точно так же объясняет вам материал в режиме реального времени, только преподаватель находится не в аудитории у доски, а он находится как бы с другой стороны экрана. Во время дистанционных пар студент в режиме реального времени может задавать вопросы, переспрашивать непонятные вещи и вступать в полемику, точно так же, как и на лекции. К слову, как шутят многие преподаватели, присутствие студента на паре еще не гарантирует его полную вовлеченность. Во-первых, у студента есть возможность всегда пересмотреть, заново еще раз пересмотреть лекции, вспомнить, какие вопросы он задавал и активно поработать с тем материалом, который был подготовлен преподавателем. В этом учебном году порядка 40% иностранных студентов обучаются дистанционно. Это связано в основном с тем, что некоторые студенты не смогли покинуть свои страны. По словам проектора по внешним связям, таким студентам крайне тяжело, и задача в ВУЗа сделать так, чтобы обучающимся было доступно и комфортно посещать пары даже в дистанции. Мы сами это понимаем, когда мы работаем дома, нас всегда все отвлекает. То же самое и для студентов, которые учатся. Впереди у них, например, сессии, им необходимо готовиться к этой сессии. Ряд иностранных студентов, возможно, не так хорошо еще знают и язык, на котором идет преподавание, будь то русский или английский. И, безусловно, задача институтов поддержать этих студентов в этом сложной ситуации. Таким образом, выходит, что дистант и заводчик — это совершенно две разные вещи. Однако дистант — это вынужденная мера, которая хорошо показала себя. Напомним, что Казанский университет перешел на дистанционный формат в конце марта этого года, а уже сентября в ВУЗе практикуют гибридный формат обучения, потому что мир изменился. Лев Диденко, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс. Как прошел региональный этап WorldSkills в Елабуге, расскажем в следующем сюжете. В России стартовали региональные чемпионаты конкурса «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. В Татарстане одной из площадок чемпионата стал Дом научной коллаборации имени Валиева при Елабужском институте КФУ. Здесь впервые в истории регионального чемпионата проходит конкурс по компетенции преподавания технологии. Мы надеемся на хорошие результаты, потому что те ребята, которые покажут лучшие результаты, у них есть возможность попасть в полуфиналы и финалы. Конкурсанты возрастом от 16 до 23 лет, студенты колледжей и молодые сотрудники образовательных организаций, три дня выполняют задания в общей сложности на 15 часов. Они разрабатывают интерактивный сценарий урока, конструируют 3D-модели и разрабатывают к ней методические рекомендации. Это профессиональный рост для него самого же, это можно сказать даже больше, чем ВКР, который не собирается сдавать, так как это уже полный рост его навыков, умений, которых мы шли все это время, исходя из педагогических практик, производственных, соответственно. И в дальнейшем его сертификат, участник или же место будет серьезным помощником в профессиональном росте, в дальнейшем деятельности своей. Победители получат возможность представить республику в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia 2021 году», который пройдет в столице республики Башкортостан в городе Уфа в июле следующего года. Валерия Кожевникова, Айдар Нурмиев, Универ Ньюз. Компания Apple выпустила компьютеры с новым фирменным чипсетом M1. О том, какие у него преимущества, расскажем в нашем следующем сюжете. Apple представила новые MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini, которые стали первыми компьютерами компании на фирменном ARM-чипсете M1. Новый процессор использует четыре высокопроизводительных ядра Firestorm и четыре энергоэффективных Ice Storm, благодаря чему чипсет M1 имеет все шансы получить звание самого производительного процессора для потребительских компьютеров в этом году. M1 достаточно и энергоэффективное решение, ну и на ряде тестов действительно позволяет получить хороший прирост производительности. Проектированием и производством собственных микросхем занимаются немногие компании, так как это очень сложный затратный проект. Однако в связи с востребованностью продукции Apple данный проект откроет новые возможности для компании. Разработчики становятся более независимыми от компаний-производителей микропроцессоров. Ну и с другой стороны, это возможность закладывать собственные архитектурные решения, соответственно, развивать собственные алгоритмы и способы реализации машинных команд с целью повышения итоговой производительности микропроцессора. Но на этом компания Apple не собирается останавливаться. К 2022 году она также планирует выпустить новый ARM-чип для Mac, который будет прямым наследником M1. Кристина Надышина, Универ Ньюз. На этом все. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok